Прямая и явная угроза. Виртуальные дети, на которых можно набрать кредитов, открыть компанию. А когда надоест убить? Влиятельная в деловом мире газета Financial Times на этой неделе рассказала об эксперименте одного австралийского специалиста по компьютерной безопасности. Он зарегистрировал фирму, которая без всяких проверок и при этом по закону получила право выдавать свидетельство о смерти. Виртуальную личность можно не только уничтожить, но и создать. В той же Австралии бумаги о рождении оформляют по электронной подписи. Подделывать их уже научились. Между двумя документами целая виртуальная жизнь, которую можно начать заново сколько угодно раз. Но все это высокие технологии мошенничества, чтобы провернуть финансовую аферу достаточно доверчивых клиентов. А также лазеек в законе, с которыми борются прямо сейчас. Репортаж Александра Черепниной. Таких гостей он дома не ждал. Был уверен, сработал идеально. Продавал векселя, обещал большие проценты. Люди верили. Фирма, сколотив капитал, закрылась. Более трех тысяч вкладчиков потеряли вместе почти 90 миллионов рублей. Чьи деньги? Сына. Сына деньги? Да. А откуда они деньги? Хорошо зарабатывали. Зарабатывали по принципу финансовой пирамиды. Выплаты получили те, кто пришли первыми. За счет тех, кто был после. Остальное себе. Фирма ничего не производила, не играла на бирже, только тратилась. На машины и квартиры для ее хозяев. Специализация как имитация честности. Работаем только с пенсионерами. Были бы мошенниками, брали бы деньги со всех. Везде были бы большие, вот такие большие, красочные, яркие плакаты. 36% только пенсионерам. У меня пенсия 7600. Как нам еще копить-то? Те, кто предлагает копить, сейчас задержаны. Возбуждено уголовное дело. Получается постфактум, когда вкладчики обмануты, деньги потеряны. На руку мошенникам лазейка в законе. Никакого запрета на организацию и работу финансовых пирамид в уголовном кодексе нет. Внести в него соответствующие поправки предлагает Министерство финансов. Чтобы была возможность преступления предотвратить. Законопроект разрабатывался в течение двух лет. Для организаторов это уголовное наказание. Для сотрудников пирамиды, для тех, кто ее рекламирует, это административное наказание. То есть, если бы такой закон был принят в 90-е, то Сергею Мавроди грозило бы до 7 лет тюрьмы, как только МММ напечатала первые акции. А Лене Голубкову, обещавшему вкладчикам золотые горы с экранов, пришлось бы заплатить штраф. Впрочем, со времен самой масштабной в истории России финансовой пирамиды, когда обмануты были более 10 миллионов человек, аферисты поумерили амбиции. Теперь делают ставку на локальный рынок. Играют на доверие, знакомясь лично чуть ли не с каждым потенциальным вкладчиком. Но убеждения времени не жалеют. Мне обещали честно, то, что будет надежно. Хозяйка, на протяжении года мы с ней общались. Я ей поверила. Я миллион с лишним потеряла. Они маскируются под финансовые клубы, объединение предпринимателей или, вот, бизнес-тренинги. Мы действуем. Мы вместе. Спасибо за ваши увы. Фуршет, живая музыка, гости в костюмах и вечерних платьях. Иллюзия богатой жизни, как психологический прием. Хотите так же? Платите взнос. Мы якобы научим вас зарабатывать. Приведете товарища, получите финансовый бонус. На одну из таких встреч приехали оперативники. Потерпевших сотни. Дело заведено, опять же, постфактум. И даже новый закон, ступен в силу, здесь был бы бессилен, говорят эксперты. Формулировки в нем слишком общие. Под запретом организации, которые экономической деятельности не ведут, а дивиденды обещают выплачивать. А те, кто не станет называть вещи своими именами, как в случае с бизнес-тренингами, смогут, как и сейчас, обманывать вкладчиков. На каждое событие, которое происходит в уголовной сфере, придумать новый закон невозможно и не нужно. Достаточно иметь действующий уголовный кодекс, где есть 159-я статья о мошенничестве и есть статьи о покушении на преступление и о приготовлении преступлений. Другие эксперты уверены, новый закон все-таки необходим. Благодаря ему, если и не все пирамиды будут ликвидированы в день основания, то как минимум их число сократится. Подобная практика существует во многих странах Европы и в США. Там, где развит фондовый рынок, мошенничество в сфере ценных бумаг – прямая угроза экономической безопасности государства. В России только за последний год, по данным Центробанка, люди потеряли в финансовых пирамидах около 2 миллиардов рублей. В сложной экономической ситуации мошенники активизируются как никогда, рассчитывая на то, что в погоне за быстрыми деньгами люди будут готовы рискнуть даже последним. Закон, запрещающий создание финансовых пирамид, уже поддержала правовая комиссия правительства. Теперь кабинет министров должен рассмотреть его на отдельном заседании. И в случае одобрения проект будет внесен в Государственную Думу во время ближайшей осенней сессии.